Тульская область 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 Рассказать это все и заказать, конечно, ваши саженцы, именно только ваши. Спасибо за доверие. Давайте первое. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Очень приятно, Валерий Константинович. Значит так, в железах. Итак, смотрите. Сейчас Сергей от того, что саженцы дорогие, дешевые, это понятно. Это покупать дешевые, чтобы покупать автомобиль в Запорожец с пробегом 20 тысяч километров или 100 тысяч. Поэтому плохо берут, и он был вынужден даже устроиться на завод. Теперь он снизит производительность в 5 раз, что он за выходные сможет привить. Да ничего. И вот получается, в Сибири короткое лето, уже в мае прививать нельзя. Так, теперь... Скажите, у нас сейчас идет запись? Нет? Уже нет? Нет, идет запись, идет. Я диктую вам телефон жены Татьяны Александровны Железовой, жены Сергея, питомника Вода. Да, записывай. 8-913-444-3178. Она принимает заказы, она знает сколько осталось саженцев. Вот. Принимают заказы сейчас, оплата сейчас, отправка осенью. Ну-ка, не найду ли я сейчас? Знаете, раз вы на экране. Вот я показывал вашу Тульскую область, вот немножко листаю. В общем, для меня Тульская область, это вы где-то между Сибирью и Африкой находитесь. То есть все, что растет в Сибири... Ну-ка, от Москвы, 180 километров от Москвы, южнее Москвы на 180 километров. Вот-вот, я говорю, вы на полпути к Африке, поэтому все, что у нас растет, и у вас будет расти. Я показал десяток фотографий вашего прекрасного климата. Вот так. Теперь я сейчас наберу, я сейчас наберу, знаете что? Я сейчас наберу вот что. Питомник, наберу слово. Сейчас, 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 сейчас. Что из этого получится? Питомник. А вы потом, знаете, как сделаем? Вы мне пришлете электронное письмо с просьбой прислать вот запись вот этого кино, что мы сейчас снимаем. Раз. И, или вы набираете в Яндексе, в Гугле три слова. Знаете, какие? Так, садоводство по железу. Канал садоводства по железу. И вы окажетесь там же, на этом канале. Ага. Так. Вот. И вот получается, сейчас. Питомник железу производства неубиваемых саженцев. Сейчас я пролистну. Вот это его саженцы. Это потом, чтобы вы убедились, если не раз, на что вы деньги будете тратить. Вот. Статификация, статификация, посадка, посадка, подвойные абрикосы. Насколько густо, вы поймете, насколько это эффективно, наша технология. Я ведь занимаюсь косточками. Вот. Вот это вот косточки. Вот видите? На экране увидите. Вот так. Потом. Представьте себе, прошло время, было какое-то начало апреля. И вдруг бах, завалилось снегом. Уже прививки были готовы, накрыты бутылками. Потом, вы видите, под этими бутылками месяц идет за два. И это тот самый месяц. За один месяц проходит два. Именно они успевают вызреть до зимы. А в Сибири это невозможно. А саженцы в Сибири в основном 95% их тут не выращивают. Их привозят с этого. С Италии, Испании, Голландии, Сербии, Молдавии. Вот. И, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, эффективный снимок. Сняли бутылку, я сфотографировал. Вот то самое, что должно было начаться месяцем позже. Потом это все. Вот. Это я все вам показываю. Это какое надо иметь. Потом увидите. Все, извините, что я вас использую в темную. Вот. Вот эта девушка из Омска. Она, кстати, из Омска. И там настоящий питомник у семьи Матвеева. Они мои ученики. Они были на моем семинаре. А у них мои эти самые материалы. И вот эта девочка, студентка, чудом, настырностью, уговорила университетское начальство отпустить к Железовому. Которое в Москве называют проходимцем. Ой, надо же. Да, это точно. Ой, Валерий Насталинский, как жаль, что вы занимаетесь. Больше не будете заниматься. А, 72 года. Я бы мог заниматься как? Пригласила бы менять Евреевская академия. Я бы их научил. Просто бы научил. Да, хорошо было бы это. Замечательно. Но этого никогда не случится. Для них этот позор. Вот саженцы, жаль, жала. Вот. Вот они саженцы. Да. Вот они, саженцы. Вот и настоящая работа весенняя. Вот. Питомник зимует на морозе. Вот доказательства. Единственный в России, Сибири, питомник, который зимует на морозе. Вот. А вот эта качественная фотография, я на ней пока остановлюсь. Это то, что едет в Красноярск. Заранее проплачено и раздается тем, кто проплатил. К сожалению, к огромному, высылать так посыл, как мы не можем. И даже вот так, как красиво здесь изображено, мы не можем, потому что... Кстати, они росли в горшках. Это тоже редкость. Обычно в горшке суют и на продажу. Открываю величайший секрет этих самых... С лохотрона. Закапывают и на продажу. А здесь получается так. Значит, транспортные компании в таком виде не берут. Они их растрясывают. И получается, или на месте вот так, ну, приезжают в Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск. Дальше уже не едут. А дальше только, к сожалению, я не раз показывал, валяются горшки пустые. Выдергиваются, как бы это сказать-то, выдергиваются оттуда варварски. Вытряхивается земля и посылку. А, кстати, надо посылки показать сейчас. Вот. Красота какая. А вот, кстати, готовится посылка, но это для переезда, не для перелёта. Это для Красноярска. Вот. Это я показываю всем, чтобы потом мне каждый раз вот так не рассказывать часами. Каждый день по нескольку часов уходят. Вот. Сейчас я это... Прививка на границе зима-весна при минусовой температуре. Иначе не успеваем. А здесь я просто ещё не успел подготовить, как следует, фотографии. Хотел показать посылку. Сейчас, может, посылку покажу. Они ещё не сжаты фотографии, к сожалению. Жаль, жаль, жаль. Ну, ладно. Так. И ещё я покажу. У меня большой зуб. На меня напали выпускники Тимирязевых. Оскорбление было дикое, жуткое. Вот. Потом, когда поняли, что влипли, что, оказывается, я никакой не мошенник, но отказаться от этого просто замолчали. И висит на мне вот эта грязь, оскорбление. Вот. И я тогда просто покажу сейчас эту самую... Знаете, что покажу? Это я сейчас готовлю вебинар. Он у меня будет в понедельник. Вот эта фотография, её на экране хорошо видно. Сейчас. Посмотрите на эту халтуру дикую, страшную. Это для тех, кто понимает. Вырастили саженцы в поле, рассовывают по горшкам. На горшках сэкономили. Пятилитровое место. Хотя бы 20 были там. Вот эти огромные саженцы. Невероятное это. И это та самая Тимирязевка, от имени которых на меня набросились. Вот. Причём их никто не трогал. Единственное, попросили. Умерьте пыл, когда учите деревья больные. Как правило, потому что корневая шейка и основание штамба глубоко закопаны. Отрезаны, вот как где у него руки у парня, у студента. Отрезаны нижние скелетные ветки. Дерево начинает болеть. А людей учат всякой ерунде, например, опрыскивать, опрыскивать, опрыскивать. Вот. И вот когда первое замечание, и железо, и семья железов, оказалось, я чуть не сказал в чём. Вот. Это так, к слову, пришлось. Теперь смотрите, что дальше будет. Вы связываетесь с Татьяной, так? Вот. Рассылка по почте. И, к сожалению, я ещё попробовал найти, я ещё попробовал найти этот самый, показать вам посылку, которая придёт, если вам удастся договориться. Здесь не получилось. Ой, жалко. Как же мне найти-то её? Здесь такой большой материал. Большой. Скажите, а если я закажу, то только осенью придёт уже? Почему? Весной, если вы договоритесь на весну. А, весной, да. Если вы договоритесь. Ага. Хотел показать посылки. Вот сейчас. Это я ищу, ищу, ищу. Значит, чтобы наш разговор не был пустопорожним. Итак, приходит посылка. Вы увидите, что саженцы там уже обрезаны. Обрезаны не только для того, чтобы влезли в посылку, а чтобы, когда садится без обрезки, корни в любом случае нарушены. Правильно? Раз выдернуты из земли, уже считайте всё. Уже саженец калека. Теперь, чтобы он был максимально здоров, этот калека, срезается часть кроны. Делает это Сергей. Всё это есть на других этих, в других фильмах, в других статьях. Вот. Ваша задача посадить на холм, ваша задача увидеть, там будет обязательно пятнышко, а его нельзя закапывать. Это и есть корневая шейка. Этого не делает никто во всей России, кроме нас. А потом удивляется, почему дорогие. Вопрос, кстати, почему у них дешёвые. Вот он так стоит. Скажите, Валерий Константинович, вот этим пятнышком надо посадить на юг, правильно? Вот как наносится пятнышко со стороны юга у нас. Значит, и у вас то же самое. Юг, он для всех один. Значит, и вы так. Чтобы та сторона, которая смотрела на север, она обжигалась ветрами, которая смотрела на юг, она и запад, она обжигалась солнцем. Наоборот, нельзя. Наоборот, уже нельзя. То есть вот этим пятнышком я должна посадить на юг, правильно? Да, да. Там будет инструкция вложена, поэтому сейчас можно особо не запоминать. Я для всех говорю общие принципы посадки. Главное, первый год, конечно, раз это будет холм, значит, будет немножко, он будет немножко подсыхать раньше, чем надо бы. Но, с другой стороны, то есть надо поливать, не забывать. А с второго года уже корни будут там, где основание холмика. Вот. Сейчас я показываю фотографию, случайно наткнулся. 21-22 год. В январе человек учит, как садить страшную яму, смертельную яму. Вот. Это все на полном серьезе. Так от этого не отвыкли. От этого. Да, да, да. А я все листаю. Так вот мы все свежели. Ага. А вот это вот человек учит делать такие раны, причем на полном серьезе. Вот. 2 миллиона 150 тысяч просмотров. Обрезков для начинающих. Мол, обрастет. Вот эта вот подбас невероятная. Это у меня на экране просто. А вот наш Курдюмов, который, благодаря которому, вот он. Все. У нас завтра вебинар, завтра будет 23-й, 24-й завтра. Я вас на всякий случай скажу. Кто не успевает на этот вебинар, может записаться в запись увидеть там, зарегистрироваться. Можно будет в следующий раз. В каком плане в следующий раз. Ну, то есть каждый понедельник в 16 по Москве вебинар. Так, а очень важно чем, вот на этом вебинаре, вот здесь Курдюмов произносит минутную речь, которая подтвердила в том, что это, ну, как сказать, очень важные вещи для всего садоводства в целом. Вы знаете, что такое железо? Железо, это говорит, ни одной лишнего листика нет на дереве. Вообще. Ни одной веточки. Железо говорит, что дерево не может дать урожай за свою жизнь больше, чем у него в природе. И вся гигантская работа по увеличению ржанности, а она заключается в чем? Спиросикатор, потом пила, потом топор. Топор, знаете ли, чего? Догадывайте. Вот. А эта вся гигантская работа, проводимая научными учреждениями, она бессмысленна. И здесь он рассказывает про доктора наук, который я бы сейчас зацеловал до смерти. Эта женщина, доктор наук Исаева, я просто не могу его держаться в восторге, Исаева Ирина Сергеевна. Она привела примеры те же самые, только по-другому. Меняется размер плодов, но самарное урожание меняется. И вот тут два человека теперь, если их сидеть через тире, Исаева железа, это был бы новый закон природы. А это я с вами делюсь, хотя, может быть, вы еще на уровне новичка, но ничего. Зато вы не будете лишний раз деревья калечить, увеличивая якобы урожай. Вы представляете? Так и пишут. Каждый год обрезка для увеличения срока жизни, для увеличения урожая. Глупость несусветная. Вы знаете, что я осенью сделала со своими деревьями? Как я их обрезала? Мамы родные, все их побелила, краска и удача. Ой, блин. Ужас. Ой, что? Это же не побелка, это же покраска. Ее же нельзя этим белить-то. Да, вот краска и удача, которая вот, зеленая аптека есть такое в Москве, это, как они говорят, это не химическое, это все вот это вот. Да, 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 да. Пусть бы покрасили себе хотя бы одну руку. А потом сказали бы, что получилось, сколько до ампутации руки, от покраски руки до ампутации, сколько времени пройдет? Ой, что я натворил с ними. Ладно, для этого мы с вами сейчас беседуем. Это как бы беседа, но все равно польза от нее будет огромная. Что-то я хотел еще показать. Что-то показать сейчас. А, и как попасть на это? Итак, есть такой канал, называется «Садоводство по железу». Опять же, в Яндексе, в Гугле набираете это же самое, и вы оказываете сейчас показать. То есть, всего три слова. А, или я говорю, не помню. «Садоводство по железу». Да, да, вы говорите. Сейчас я туда с вами попаду. Вот, вот оно. И вот здесь как раз все, что вы хотели. Вы, может быть, случайно это видели, не случайно. Вот, одниска беда. Я не могу переучить всю Россию, потому что очень мало просмотров. Вот, и всего около 10 тысяч подписчиков. Это значит, что нам переубедить эту, там, где 2 миллиона 150 тысяч у Поливкины, как уничтожить дерево. Вот, невероятно сложно. Я просто воспользуюсь, вы потом увидите, да, вы уже понимаете, что что-то не то. Что-то не так все это делалось. Вот. Для меня лишний шанс. А давайте поговорим про Тульскую область. Ладно, на вебинаре я это покажу, что хотел показать. И вот этих мальчиков покажу, которые делают вид, что садят. Чистое обман, чистое мошенничество. Ведь люди будут думать, что они в горшке выросли. Вот. А вынут оттуда без земли. И когда это все посажено, это такая страшная болезнь. Вот смотрите, если бы у этих деревьев, еще минутку, был бы штамп нормальный, то есть не были бы отрезаны нижние ветки, у них был бы шанс, где у мальчика среднего, левая рука, вот, а ниже было бы несколько веток. Вот у этих корней был бы шанс выкормить, тут несколько веток, я показываю, где они должны быть. Были бы, если бы их не искалечили дерево. А вот здесь, где рука, отрезал бы, и тогда маленький шанс, что это дерево бы выжило. Хотя очень-очень маленький, очень маленький. Ну ладно, давайте, Тульская область для меня террор инкогнито. Еще у нас есть 8 минут. Пожалуйста, как у вас вообще дела? У кого из соседей есть абрикосы, черешни, персики? Вы знаете, абрикосы есть очень редко у кого-то. Вот в нашем садовом товариществе я знаю только двух человек, у кого есть абрикосы. У одного они стали плодоносить где-то только на шестой год. Вот. Ну и, в принципе, больше, я не знаю даже, ни персиков, черешни. Такая местная у нас только черешня, которую, в общем-то, ее черешней нельзя назвать. Настоящей черешней практически ни у кого нет. Персиков, конечно, тоже ни у кого нет. Сладкие груши? Может быть. Груша, вот у меня есть груша, называется просто Мария, ей уже шестой год. Она в этом году дала только одну грушу. Я ее осенью еще и обрезала, к тому же, чтобы раскрыть крону, как говорят все. Перед зимой, перед морозами взять и искалечь дерево. Да, вот взяла осенью, я обрезала и раскрыла ей крону. Ну, как вот, и побелила еще краской удачи, да. Ну, ладно, у вас есть... Груша, хочу сказать, есть у многих и плодоносят. Есть, да? Да, и груши есть у многих, да. Высокие груши, хорошие, плодоносят каждый год, да. У меня тоже есть груши старые, я не знаю, какой это сорт, потому что я этот участок уже брала с деревьями, они такие красные, мне сказали, что это какой-то сорт дюшес. Ну, вот они у меня, знаете, заболели в этом году бактериальным ожогом, груши. Вот как ее спасти? Может быть, вы мне посоветуете? Значит, смотрите, это хорошо, что вы задали этот вопрос. Польза только благодаря этому вопросу будет огромна. Итак, бактериальный ожог, это болезнь организма. Она не лечится снаружи ничем никогда. Это то же самое, чтобы прийти в реанимацию и умирающих больных попрыскать самыми лучшими и самыми дорогими духами. Чтобы аж приятно было сидеть с ними, там, менять им клизмы, то есть эти самые, эти утки. И чтобы у них приятно пахло, но ни одного не вылечить. Если это правильное название, если вы угадали, угадать вы не можете. Но бактериальный рак, это болезнь или просто бактериальный ожог. Это пусть, ну есть два названия со словом бактерии, рак или ожог. Так вот, бактериальный ожог не лечится. Надо найти причины, почему она заболела в принципе. Считается, что это инфекция. Это значит, принесла птичка бактерии на лапках, болезнетворные. Они попали в ранку. То есть уже получается, если это даже так, то ранка-то не должно бы быть, правильно? Мы же все не болеем, хотя один гриппом заболел в семье, а трое нет. И вот получается, что шансов, что это именно бактериальный ожог, это ничтожный. Скорее всего, когда у дерева основание штамба заглублено, а груши, именно груши, вы сейчас про нее говорите? Вот. Да. Именно они, у них наряду с абрикосами, самое нежное, самое слабое на выпривание, на мокроту, основание штамба и корневая шейка. Даже на ровном месте груши, у меня отдельно еще буду рассказывать фотографии по наделу, что даже на ровном месте через 5-10 лет груши заболевают, а никто этого не знает. Даже не то, что посажены в ямку вот эту дурь, вот эту вот, которую я только вот показывал. Вот. Сейчас. Ну, сейчас уже неудобно мне показывать опять эту самую. Ну, ладно, не буду. Там, где посажена глубокую яму. Там уже смерть груши обязательно, но она перед этим еще поболеет. На ровном месте болеет? На ровном. А никто этого не знает. И получается массовая болезнь. Начинается как? Гниет корневая шейка, основание штамба. А смотрят наверх. На верхушку, задрав голову, если она большая, или перед собой, если груша метр-два. И видят, листья могут быть красные, черные. Вот. И тут начинается с умным видом, любой специалист современный скажет, начинает перечислять манелиоз, этот самый, комикоз. Кто что угодно скажет. Вот. И кто-то доберется и до, это самое, до бактериальной боли. Все. Вот. Или это же самое, если видят глубокие-глубокие страшные раны на штамбе. Называется там морозобойные. Уже, опять же, солнечный ожог. И все это сказывается на состоянии листьев. Но сами листья, я уже возвращаюсь к началу, никогда, никаким не поражаются грибами. Просто так. Только когда начинается омертвление. Грибы это последствия того, что я сейчас рассказывал. Последствия. Но не причина. Никогда на здоровое дерево гриб не нападет. Никогда. Что я только не делал. Я брал пораженные ветки, прям усыпанные грибами. Поднимал, где они 10 лет лежали. Где-то там, называется, болезни. Все, в грибах я свал в крону здоровых деревьев, пытаясь хоть одно дерево заразить. У меня есть свидетели, у меня есть эти ученики, которые здесь же рядом со мной. Ни разу не удалось ни один на этот самый. У меня был уникальный случай. Осталось 3 минуты, я уже договорил. Этот случай войдет в историю. Это все зафиксировано. Я же фильмы снимал каждый год. Итак, осень, весна, лето, осень. Холода невероятная для Сибири. Курортный сезон угроблен. Никто не ехал в эти курорты. Вода холоднючая. Купаться в наших хасанских этих самых, в озерах наших этих, хакасских невозможно. Дожди льют почти каждый день. У меня сад, а я говорю про абрикосы, самое слабое считается. Ни на одном, куча фотографий, ни на одном листочке не открылось. Ни одна, это самое, вы вспоминали паршинку, да? Ни одна паршинка, а это грибы. Ни один лист из сотен тысяч там в саду. Вы понимаете? Я доказал вот это, вот таким путем. Это при том, что я еще режу на кольцо. Ой, я уже по Фреду, извините. Ненавижу обрезку на кольцо. Я не режу на кольцо, а только укорачиваю ветку, когда мне нужно брать их на прививку. Вот. И вот это железный факт. Это все на глазах у Елены Александровны Савинич, которую я часто вспоминаю, потому что она моя совесть. Она аспирант. Она красноярский этот супер университет. Там учится. Ну, учится и работает. Вот, понимаете? Вот это все, я просто, если еще вернуться, я иду в Сава сказать. Вот. Причину надо искать внизу. Дерево садится с известными корнями. Крона целая. И она сразу не получает питания. Она сразу на всю жизнь становится калекой. И вопрос, что с этой калекой делать. Я закармливаю, это еще хуже. Заливает водой. Есть такое понятие. Отливать. Страшные цифры. В общем, я фактически вам целую лекцию прочитал. У нас осталась ровно одна минута. Говорите вы. Спасибо, Валерий Александрович, за все. Спасибо вам большое. Да. У меня в фото скажу. На фотографии продажный саженец с пятнышком с юга. И опрыскивание именно яблонь с помощью медного и железного купора. Только почему? Профилактика. У нас прошла страшная эпидемия. Завезли, видать, с юга. Вот. Она, слава богу, закончилась. Сейчас уже искали ученые грибы. Опоздали. Миллион деревьев яблонь погибло, их не было. Приехали искать. А я уже и криками скричался. Представляете? Приехали. Ну, уже не нашли. А фотография была в ту пору, когда был разгар эпидемии. Вот. Все у меня, как говорится, схвачено. А так как вы получаете из какого-то питомника, вы можете получить инфекцию. Поэтому хорошо, если бы так же, как я делаю, хорошо бы это делали все питомники. И пятнышко были бы, и эти были бы. Ой, вы знаете, сейчас закончится запись. Сейчас закончится запись. Спасибо вам большое. Так, вы мне письмо, я вам запись присылаю. Присылаю.